Пятая часть жителей сельского поселения Развилковская – молодежь. К сожалению, большинство людей в возрасте от 14 до 30 лет неохотно принимают участие в политической и социальной жизни. Администрацию муниципального образования такое положение дел не устраивает, поэтому местные власти создают все условия для развития молодежных движений. Например, в поселении при поддержке администрации успешно работают созданные полтора года назад некоммерческим партнерством «Народная дружина» в молодежный центр и спортивный клуб «Нарт». Осенью стартовал проект «Дворовый тренер». «Народная дружина» и на сей раз выступила инициатором проведения круглого стола с участием представителей местной администрации. Данный формат предусматривает именно как совещательный орган. Он предусматривает тому, чтобы к проблемам молодежи и к социальным проблемам прислушивались в первую очередь органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления идею поддержали, тем более, что такое общение не в формате, должно пойти на пользу и молодежи, и самому поселению. Мы бы хотели, чтобы у нас диалог молодежи и местных органов власти был свободный, потому что сейчас настолько молодежь перспективно мыслит, мы зачастую, находясь в своих кабинетах, чего-то не видим и чего-то не знаем, так же, как и они зачастую могут не понимать каких-то вещей. В рамках круглого стола молодые люди прежде всего обратили внимание на состояние автомобильных и пешеходных дорог в поселке, обсудили проблему уборки и вывоза мусора. Признав работу управляющей компании не очень хорошей, Вера Маркина посетовала и на низкий уровень культуры жителей, которые позволяют себе сорить в общественных местах, и предложила народным дружинникам взять на себя выявление фактов подобного безобразия. Давайте просто выберем несколько дней, и вот мы выловим, не знаю, с фотоаппаратом этот человек. Я считаю, что вот такими методами надо совершенно спокойно бороться. Что касается соблюдения общественного правопорядка, то поступившее от молодежи предложение ввести в поселение совместное с полицией патрулирование территории было принято исполняющей обязанности главы с радостью. На встрече были также озвучены проблемы общественного транспорта, оснащение спортинвентарем клуба рукопашного боя. Вера Маргина рассказала ребятам о молодежной политике в поселении. Задач много, и главное – создание центра физкультуры и спорта уже выполнено. На встрече был представлен директор учреждения. По мнению сторон, первый опыт общения молодежи и власти в таком формате удался. На многие конкретные вопросы сразу были предложены пути решения, и конкретные сроки обозначены. Подобные встречи теперь станут регулярными. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok